Наш край издавна славится как всероссийская житница и свою немалую долю в кубанские урожаи вносят крестьянско-фермерские хозяйства. В 2018 году в Славянском районе работало 110 таких хозяйств. Они вели свою деятельность на площади более 10 тысяч гектаров. Вопросы, перспективы небольших хозяйств и возможности для развития обсудили на совещании в районном администрации. Руководители крестьянско-фермерских хозяйств Славянского района, специалисты управления сельского хозяйства и представители всех заинтересованных служб собрались на совещание с тем, чтобы подвести итоги работы за минувший год и наметить пути для дальнейшего развития. Специализация большинства фермерских хозяйств в нашем районе – это производство зерновых и зернового культур. Также часть фермерских хозяйств занимается выращиванием овощей из открытого, открытого грунта, выращиванием плотов. Животнообыском занимаются 15 хозяйств. Производство продукции растеневодства фермерских хозяйств пропорционально доли земельных площадей, отведенных под фермерское хозяйство, порядка 10%. В среднем на хозяйство в районе приходится 85 гектаров. Славянские фермеры выращивают ячмень и пшеницу, рис и сою. Более 950 голов крупного рогатого скота, около 1350 овец и 6000 голов птицы есть в славянских крестьянско-фермерских хозяйствах. Животноводство вполне может быть хорошей точкой приложения сил, о чем свидетельствует и успех фермы Хачатурова, реконструированной по программе развития семейных ферм и признанной в 2016 году лучшей семейной фермой России. Хорошо развиваются тепличные хозяйства, субсидируемые из краевого и федерального бюджетов. 10 последних лет активно развивается строительство теплиц, которые субсидируются из краевого и федерального бюджета. За период с 2008 года в хозяйствах фермеров района построено и просубсидировано 118 гектаров теплиц. Только за 2018 год фермерами построено 31 396 квадратных метров теплиц. Уверенность в стабильном получении высоких урожаев невозможна без сохранения плодородия почв, для чего необходимы правильный севооборот и внесение органических удобрений. Небольшим хозяйствам трудно выжить в рыночной стихии без государственной поддержки и кооперации. В сельском хозяйстве сейчас невозможно работать по старинке, нужно постоянно внедрять передовые технологии. Это хорошо понимают славянские аграрии. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа События.